Кому живется вольгота на Руси? До недавнего времени вольготные без проблем жили банкиры. Потому что очень удобно было, да? Посадить 135 миллионов человек, в основном жителей провинции, на кредиты. Потому что, извините, в провинции денег столько, сколько в Москве не получали. А что кредит-то не взять там за рубежом, да? Скажите, вот Русфинанс только что звонил мне по телефону. Брал он кредиты по 2%, нам запаривал по 25%. Плюс расчет на кассу и обслуживание 2,5 тысячи ежемесячно. Подсел вот русский народ на эту удочку. В результате бизнесмены начали экономить. На всем буквально. Смысл. Насколько я помню, ни один ИПшник никогда не мог получить нормальный кредит. Потому что, ну извините, мы были персонами нового гранта. Вот. Поэтому особо-то париться насчет кредитов и не надо. Платите сколько можете. А деньги лучше вложить в рекламу. Вот смотрите, фирма Экогаз. Вроде бы небольшой такой гаражик был, да? Обратилась к нам? Мы не за дорого, естественно. Сейчас денег больших не берем. Сделали рекламу, распиарили. И в итоге, в итоге людям, ну просто захотелось более комфортно жить. И устанавливать то самое газовое оборудование, которое реально позволяет экономить. И я уже об этом серьезно задумался. Потому что на любой автомобиль, хотите V6, хотите R6, хотите V10, поставят вам. И вот вам, пожалуйста, 500-ый Мерседес, который будет кушать меньше, чем девятка. По деньгам, естественно. Куда ехать надо? Ну вот сегодня и сейчас переченье с Дружбы и Советской. Вот это здание, которое сейчас уже тоже в аренду зовется. Вот так вот. Ну что, такова судьба. Поэтому не стесняйтесь, приезжайте. Прямо вот по Дружбе чуть-чуть проехали направо. Вот завернули и все. Третий бокс. Сколько проехал уже на этом автомобиле? Ну уже 10 тысяч. Какие ощущения? Ну, разница между газом и бензином особенно не чувствуется. А в качестве финансовой разницы? Довольно-таки ощутимая. Ощутимая. Или 10.50 у меня по фирменной скидке. Или по 20 рубчиков за литр 92-го. То есть покушать сейчас есть на что, думаю, да? Ну, скажем так, поездить есть на что. Экономика должна быть экономной. Это утверждение еще того Советского Союза. И мы никогда не станем богатыми, не научившись считать деньги. И не научившись включать свою голову. Давайте на пальцах посчитаем. Средний деловой человек тратит на бензин от 200 до 500 рублей в день. Несложная арифметика погоды дает нам сумму от 90 до 180 тысяч. За 10 лет мы сжигаем одну двухкомнатную квартиру. Установка газового оборудования естественным образом сумму наших трат уменьшает в половину. Либо на исходные деньги мы можем проехать 150 тысяч километров. Что для людей деловых приносит прибыль, умноженную на два. Это мы посчитали деньги. Теперь для самых одаренных. Температура горения пропана находится в пределах 400-800 градусов. Метана 650-750. Бензина 1100 градусов. Так что горят не двигатели от газа, а мозги вашего механика с перепою. Клапана выгорали на карбюраторных движках из-за неправильного раннего либо позднего зажигания. Что на инжекторе с автоматической корректировкой по датчику детонации естественно невозможно. Естественно, если у вас правильно установлен ремень газораспределительного механизма. И возможно 135 миллионов россиян умнее всех жителей Европы, Индии, Австралии, Гонконга, Филиппин, Южной Кореи и Турции. Стран с половиной населения земли. Стран, в которых 75% автомобилей ездят на газу. Там горячие парни тоже не раз не любят погонять. И поэтому 4-х литровый Форт Фалкон, 3,5-холден Командор, тачки заточенные под кольцо, в стоковом варианте продаются заточенными же под газ. Кстати, газ не воняет. Воняет добавка, призванная показать утечку газа в бытовых помещениях. Теперь для самых хозяйственных. Выкиньте из багажника вещи, которыми вы не пользуетесь каждый день. Удивитесь, насколько много у вас там места. Так, чуть-чуть мозги поправили, поправляем семейный бюджет и ставим газовое оборудование. Для меня открытие, что вот Газель сейчас не имеет прямого привода дроссельной заслонки. Вот, имеет катушки на каждой свечке. То есть технология позволяет под вот такой совершенный двигатель настроить еще и газовое оборудование? Да, вполне. Можно настроить газовое оборудование, поставить. Я вижу у вас ноутбук и не вижу ни отверток, ничего. Это финальная стадия? Да, финальная стадия установки впрыскового оборудования. Что можно и как можно настроить газовое оборудование? Допустим, если человек хочет ездить немножко поэффективнее, ну, побыстрее. Можно ли это сделать? То есть в тот момент, когда автомобилю, ну, не надо экономить, а надо быстро ехать? Да, в принципе, данное оборудование позволяет езду как экономную, так и, как это назвать, если вы хотите ездить быстро, в принципе, можно сделать, чтобы она ехала быстро. Сколько стоит это оборудование? И кто его изготавливает? Ну, понятно, что вы ставите. Конкретно оборудование на эту машину стоит 24,5 тысячи. В принципе, оборудование итальянское, но, как бы, проданное в Литву, и там по лицензии делают его литовцы. Сколько машин сделали уже? Ну, так вот, чтобы говорить о том, что мы можем сейчас не только машины делать, но и ремонтировать практически любое газовое оборудование. Ну, больше 30 штук. На данном оборудовании мы сделали машины. На данном оборудовании? А вообще? Ой, вообще. Ну, уже четвертый год на рынке. Я даже затрудняюсь ответить. Ну, наверное, за сотню-то перевалило давно. Газ сейчас очень популярен. Мы знаем, что в таких продвинутых странах, как Турция, Германия, страны Азии, все переходят на газ. То есть 80% автомобилей сейчас уже на газу. Разумеется, это оборудование различных производителей. Если к нам приехал гость, допустим, из-за рубежа, и что-то у него оборудование немножко шарит, можно отремонтировать? В принципе, да, можно отремонтировать любое оборудование. Возможность для этого есть. Но кто-то говорит, что панацея – это пропан, но можно и метан поставить? Да, можно и метан поставить. В экономических целях, в экономичных целях он наиболее продуктивен, чем пропан. Допустим, все газели, которые работают на маршрутах, они ставят метан. Окупается, в принципе, за три месяца. Оборудование, которое мы ставим. Так, теперь самое интересное, чтобы люди уже в конец были убеждены. Эффективность, тяговые характеристики, расход по соотношению к бензину – вот эти параметры. Ну, эффективность по тяговым характеристикам примерно теряется в динамике разгона процентов на 10. А в отношении к бензину трата прибавляем от 15 до 30 процентов в зависимости от того оборудования, которое ставится. Если впрысковое оборудование где-то плюс 15, если проточка, то плюс 30. Это самое большое, то, которое можно сделать. То есть реальная экономия – это до 50 процентов? Да, реальная экономия до 50 процентов на пропане и до 70 процентов на метане. Это точно проверено. Установка газового оборудования должна выполняться профессионалами. Это факт. Профессионалы эти работают в месте, которое напрямую связано с газом. Мгаз. Магнитогорск. Межрайгаз. Фирма, название которого я точно не припомню, но весь Магнитогорск и окрестности знают трамвайную остановку Горгаз. Это пересечение дружбы советской. Заехали во двор под шлагбаум и практически на следующий день лишние 250 рублей. А это бокал хорошего аргентинского сухого вина. За и на здоровье. Курочка для здоровья. И даже на гвоздичку жене останется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова